День предпринимателя в России в этом году отметят 26 мая. В преддверии этого праздника в Твери чествовали представители малого, среднего и крупного бизнеса со всего региона. Отличившимся вручили благодарственные письма губернатора Тверской области. Ирина Синягина продолжит тему. Согласно российскому законодательству, каждый человек имеет право открыть свое дело и вести бизнес. Направление деятельности может быть разное. Главное, четко понимать, чем ты хочешь заниматься для успешного роста и развития. В Тверской области с каждым годом растет количество людей, которые создали свое дело. На текущий момент у нас более 42 тысяч компаний. Несмотря на ситуацию, мы наблюдаем ежегодный прирост. В зале в преддверии праздника собрались ведущие представители малого, среднего и крупного бизнеса со всего региона. Приветствие собравшимся представителям предпринимательского сообщества направил губернатор Тверской области. Представители малого и среднего бизнеса вносят ключевой вклад в развитие экономики Тверской области и всей нашей страны. Сегодня, на рубежном этапе в истории Отечества, вы не только сохраняете, но и развиваете свои компании. Увеличиваете выпуск товаров и объем услуг. Содействуете решению задач по обеспечению импортонезависимости и технологического суверенитета России. Во многом, благодаря вашей работе, по итогам 2023 года Тверская область вышла на лидирующие позиции среди регионов страны по темпам роста экономики и объема инвестиций в основной капитал. За вклад в развитие экономики представителям бизнеса Верхневолжья вручены благодарственные письма губернатора Тверской области. Их получили пять предпринимателей. Один из них Олег Валерьевич, компания «Эко-агрофарминг», где он является председателем совета директоров, крупный производитель картофеля и зерновых в регионе. В этом году они отвели под картофель более 800 гектаров и 2500 гектаров под зерновые. В своей работе они внедряют и современные технологии. С этого года планируют использовать дроны для опрыскивания сельхозкультур и внедрят карту цифрового плодородия полей. Это отечественная разработка. На основе спутникового мониторинга полей за последние 40 лет рисуют карту поля в цвет светофора, где зоны плодородия. Потом это уточняется на основе почвенных анализов. И дальше, соответственно, где красная зона, туда не надо кидать столько же удобрений, сколько в зеленую. Или наоборот, в зеленую можно кинуть еще больше, там будет выше урожайность. Также благодарственное письмо получил Валерий Фетискин. В прошлом году под его руководством в Старице было открыто четыре музея. Музей пекарского дела, музей фарфора, стекла и керамики, чайный музей и музей аптеки. Это тот случай, когда хобби переросло в бизнес. Это вот хобби, собирать интересные вещи. Захотелось своей коллекции показывать людям. Каждый музей, он по-своему уникален. Если мы берем музей пекарского дела, это разные приспособления, формы дореволюционные. Вот тем, чем пользовались наши прадедушки и прабабушки. Это очень-очень интересно, особенно детям. Первый миксер, прототип или первый холодильник, прототип холодильника, который на льду работал. С 2019 года компания получила субсидии на создание музеев за пять лет порядка 5-6 миллионов рублей. В регионе действует широкий перечень мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Большинство из которых по принципу единого окна можно получить в центре мой бизнес Тверской области, который создан по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Также в рамках торжественного мероприятия состоялась конференция «Практика повышения производительности труда».